Дорога жизни. Город-герой Ленинград. Зелёный пояс славы. 316 ленинградских значков разместили на двух витринах в Барвихинской школе. И это только начало. Андрей, расскажи, почему именно эта зона была выбрана для размещения данной выставки? По большому счёту у нас других вариантов нет. То есть школа продолжает укрупняться. И пока это единственное место, где мы могли с таким заделом хотя бы на один год эту выставку разместить. Я правильно понимаю, что это только начало, вот те самые две витрины. Давай, может быть, к ним подойдём поближе. Ты расскажешь о значках, которые здесь представлены. Откуда они? Сейчас витрин две. Очень скоро их станет 10. Я на это очень надеюсь. Сами значки сейчас условно можно поделить на две очень большие категории. Первая категория – это значки из частных коллекций Одинцовских. То есть мы привлекли на первоначальном этапе прям неравнодушных краеведов, один из которых сегодня не смог приехать на открытие. Это Кузнецов Антон Валерьевич. Он одним из первых откликнулся и прямо от сердца оторвал сразу 20 знаков, которые у него в коллекции нашлись. Вот мне очень хочется, чтобы сегодня те зрители, которые посмотрят этот сюжет, они понимали, имея в домашних коллекциях такие артефакты, что они могут их передать в музей Боровихинской школы. Как это сделать? С кем связаться? Как принести просто в школу? Что нужно делать? Какой вот порядок работы? Если вдруг возникнет вот это вот желание прям немедленно это сделать, это всегда можно сделать через администрацию. Мы хотим отработать вариант, когда… Администрацию школы? Да. Когда ребята сформируют внутри себя такой волонтерский маленький кружок, который будет осуществлять прямо прием. То есть фиксацию, фотографирование, выдачу удостоверения или там сертификата, что такой-то человек принял участие в формировании коллекции, которая идет на рекорд России. И, соответственно, этого человека фотография, его знак, там все вот эти атрибуты, они будут храниться в школе. И потом, я надеюсь, что когда у нас появится вот эта интерактивная панель, эти фотографии, эти материалы, они все окажутся там. Интерактивная панель, 10 витрин, полторы тысячи значков – это масштабные цели, которые ставят перед собой организаторы выставки и ученики школы. Ведь именно им предстоит выполнить всю кропотливую работу по поиску ленинградских значков. Сейчас в школе их уже более 500. В каждом значке душа и того, кто дарит, и кто его изготавливал, и каждого из них отношение к тем событиям, которые произошли в Ленинграде. Работу по созданию витрин ученики и преподаватели школы проводили с особым трепетом. Открытие было решено провести в день 80-летия начала блокады Ленинграда. Для многих это личная история. Это действительно очень важно. Это был большой вклад в нашу страну. Когда нам привезли данные значки, у меня прадед сам воевал, и некоторые мои родственники были в блокаде. Это безумно трагичное событие, которое с нами случилось. Среди гостей вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области для Игоря Шаповалова – это тоже очень близкая история. Его дед Василий Шаповалов прошел войну, был ранен. За героизм, проявленный при штурме Берлина, был отмечен орденом Красной Звезды. У меня дед воевал как раз на Ленинградском фронте, получил тяжелое ранение. Как раз сегодня открываю выставку и действительно вспомнил, действительно мой дед воевал. И конкретно мне тоже было немножко трепетно сегодня это открывать, потому что это театр боевых действий вокруг блокады Ленинграда. Как раз есть и моя семья, которая участвовала в этом событии. Поддержку проекту оказывают и депутаты городского поселения. В этот день они тоже в числе приглашенных. Кто-то передал значки, кто-то помог с закупкой витрин. Действительно для молодежи это очень важно. Важно для нас. Мы видим, что мы можем привить вот эти патриотические знания, любовь к родине именно вот с такого возраста. Передать значки, которые посвящены городу-герою Ленинград, может каждый. Для этого достаточно обратиться в администрацию Барвихинской школы, и они займут достойное место в витринах музея. Мария Шмоткова, Артем Ломоносов, телекомпания, Одинцова.